Приглашаю на сцену участника клуба авторской песни «Акцент Юрия Лопатка», который начнет свое выступление с стихотворения Анатолия Георгиевича «Запретная любовь». Мне будущим даровано, а прошлым не завещано. Ты мною не ворована, заоблачная женщина. Любовь ты долгожданная, любовь к себе завучая. Ты самая желанная, ты сила всемогущая. Судьбой мне даровано, послушная и властная. В себе всегда уверена то нежная, то страстная, То боль моя щемящая, то ревность беспричинная, Но все равно манящая, как связь на мне причинная. Богатство ты несметное, мечта ты недоступная, И как звезда рассветная, такая же недоступная. Ты жизни цель заветная, мне счастье сулящее, Любовь моя запретная, зато уж настоящая. Не обижай меня напрасно, Я плакать больше не хочу, Я без любви, на воды несчастна, Зажги, прошу, тебя свечу. Она горит, пусть не загорая, Пусть возвратит ко мне любовь. Скажи, прошу, мне, дорогая, В груди пусть пламя вспыкнет взор. Пусть будет все, как было прежде, Что любишь ты, хоть притвори. Заверюсь я, но когда на тесте свеча молю я, Загори, она горит. Пусть не загорая, Любовь должна нас пережить. Прошу, скажи мне, дорогая, Одну тебя хочу влюбить. Пусть не загорелись. Пусть не загорелись. Пусть не загорелись. Вновь возвратит, Мои мечты. Для счастья мне Так нужно мало, Чтоб рядом был Со мною ты Гори, гори, Свеча надежды, А ночь любви Не будь, быстро С тобою мы вдвоем как прежде, как будто стужим у костра. По дорожке, по тропинке, как начертана судьбой, я шагала без запинки на свидание с тобой. Ты же шел ко мне навстречу, чтоб приблизить сладкий миг без дороги. Как на сечу, через поле напрямик, на свидание утром ранним. Милый, я к тебе иду, ты ж украдкой да заглядкой, как по тоненькому льду. В срок точь-в-точь ты на свидание тайно вновь ко мне пришел. Ты унял мои страдания и меня с ума ты свел. Встреча лик, он самый сладкий, я от счастья шепчу. Но любить тебя украдкой больше, друг мой, не хочу. Ты надежда и отрада, боль моя ты и беда. И душа с тобой разлада не потерпит никогда. Помню клятвы я твои, но не надо, заклинаю мне ворованной любви. И сейчас я хочу предоставить слово, в общем-то, героям этого романа. Уважаемые друзья, действительно, 40 лет назад я приехал в Моршево молодым специалистом на завод «Красный борец». И, в принципе, в этом трудовом коллективе мы, как говорится, нашли друг друга. Анатолий Шепенко и я, был еще отсутствующий здесь Евгений Наумчик, молодые специалисты и, как говорится, рабочий парень. Ну и с того времени, как говорится, жизнь связала, и мы шли вместе по дороге. И, как говорится, попали в один колхоз, о чем он и пишет в своем романе, в своей книге в одной из частей, как мы проводили колхозную жизнь по направлению завода «Красный борец». Хоть вроде бы и знал о его способностях писать, но чтобы настолько это можно было как-то соотнести с жизненными вот этими условиями, конечно, я бы сам до этого не додумался. Поэтому я поздравляю, Анатолий, тебя с тем, что ты наконец-то все-таки решился, нашел себя на этой стезе и продолжай дальше. Успехов тебе, здоровья, и чтобы радовал нас новыми книгами и произведениями. Те, кто прощал эту книгу, знают, что герой книги Анатолий Андрей Глебов был активным участием у художественной самодеятельности. Давайте обратимся к тексту из романа на странице номер 21. В один из осенних вечеров Андрей переступил порог тогда еще старого заводского клуба. Разыскав художественного руководителя Коробкова Володю, он объяснил ему цель своего визита. Он сходу, без обвиняков, изложил цель своего визита, сказав ему прямо. Я хотел бы участвовать в художественной самодеятельности нашего завода. А какими способностями ты обладаешь, молодой человек? Что ты умеешь делать? Петь? Играть на каком-нибудь инструменте? Или танцевать? Спросил руководитель ВИО. Вообще-то я играю на гитаре. Как тебя зовут? Спросил он, худрук. Меня зовут Володей. А тебя? Переспросил он. Андрей назвал свое имя. Затем они пожали друг другу руки. После этих действий Коробков расчехлел новенькую гитару и прицанул ее довольно смущенному Андрею. Он взял ее очень бережно и, присев на рядом стоящий стук, извлек поочередно несколько аккордов. В цифровых обозначениях, аккордах ты разбираешься? Представляешь, что такое такт? Я имею в виду музыкальный такт? Спросил Андрей, худрувственный руководитель ВИО. Воскрой самодеятельность. Да, разбираюсь. Коротко ответил Андрей Коробков. Положил перед ним на пимпитер ноты. Большой радости испытываемого вещь, которая ему была предложена, была ему знакома. Мало того, он уже знал наизусть эту песню. Это было очень популярно только в время песни, которую исполняли поющие гитары, люди встречаются. Вся обстановка на сцене, дорогостоящая аппаратура, особенно новенькая чешская гитара иоланна, которая стоила больше, чем средний мотоцикл, подействовала на Андрея подавляюще. Но он мужественно сжимал в своих руках чудесную гитару, как еще совсем недавно на учениях автомата Плашникова. Куда ему в последний раз пришлось прыгать в Плашове перед самым тембером. Андрей исполнял мелодию и думал, что вот сейчас его экзаменатор скажет «Довольно», и вы нам не подходите. Ему стало казаться, что его попытки стать участником ансамбля «Торнадо» совсем нереальны. И все эти мечты эфемерны. Он был абсолютно уверен, что после того, как он доиграет композицию, ему будет указано на двери. Но вместо этого художественный руководитель вдруг подхватил вторую гитару и стал подыгрывать. Вольно интерпретируя мелодию и выдавая импровизации, а затем подошел к микрофону и запел. До встречи повод я нашел, надеяться не напрасно. Сегодня злоя пришло к тебя любить, что страшно. Тебя прошу последний раз, мы мимо и страдания. И дай еще один, где сад сейчас нашего свидания. Я не могу никак понять таких вот притязаний. Меня ты просишь что-то дать, чтобы избежать страданий. В твоих словах я слышу лесть, блаженство мне пророчишь. Что ж у меня такого есть, что ты присвоить хочешь? Не можешь, если ты понят, поверь тогда от счастья. Друг друга мы должны обнять, вилять так делать страсти. И все за то, что есть у нас, всего едино слиться. Но эта просьба не приказ, пусть все с того случится. Ты захотел чего-то там, случилось что-то мгновенно. Куда спешить-то нужно нам, скажи мне откровенно. И что ты хочешь от меня, мне очень интересно. Гадать не буду больше я, сам расскажи все честно. Я думаю, моя понять теперь уже не сложно. К чему мучить и наградит все так безнадежно. Должны с тобой, о, мы узнать, крайность для счастья. Реши с ней, милая, отдать крайность, что ты подплатишь. Ну вот опять, как бы туман тебя понять мешает. Подплатишь только талисман, меня он защищает. Ну что с ним будешь делать ты? Мне до сих пор не ясно, какие странные мечты. А впрочем, я согласна. Песня Песня Действительно, очень гражданственные, хорошие стихи. И о солдатах, о ВДВ споем, и о войне. Помнишь, у тебя было очень два хороших стихотворения, что это с Берлином связано. А что касается романа, я вам скажу, вот это я Геннадию Петровичу сказал, что за этот роман можно автора поддержать. Вы знаете, я открывал, может быть, потому что я общанец, коренной, вырос. И, кстати, он показал Оршу богемную, которая для меня, выросшая на станции западная, на путях, это казалось непонятным и недосягаемым. Я в том ресторане Орша, может, всего-то раза три был, а он там чуть ли не по несколько дней, вечеров за неделю. Поэтому он читается с интересом. И я вам скажу, с какого места не открой, это не достаток, а как раз достоинство. Начинает читать, и тебе интересно. У него нет жесткого сюжетного каркаса романа. И все, как бы эпизоды нанизаны. Но они нанизаны довольно интересно. Знаете, какой роман я нагадал, а пусть только он закроет уши. Вот, у него четыре друга, а там было три товарища. Чей? Помните? Демарко. Демарко. Вот точно такая жизнь. Мой любимый роман, кстати. Ну вот, я не знал. Значит, ты невольно где-то копировал. Вот атмосфера этого кафе, когда они кальбадос там пили свой, говорили, беседовали, у нас таких встреч строился роман. Вот нечто подзубное. Я тебя невольно поймал, хотя я читал тот «Три товарища» давным-давно. Так что роман действительно получился. Тебе тоже за это спасибо. Я тебя, как земляк, искренне благодарю. Дякую вам великую, добро, что собрались. Вот дох из того, что он на правильном шляху стоит, творчим, литературным, это то, что он довольно великое заво, что он не собрался. Дякую великую, мы всех вас веншуем. Вот с такой подеей, литературно-визу. Большое спасибо.